всем добрый день с вами валерий компания фактум и сегодня у нас видео посвященное ответу на один из вопросов нашего подписчика который он написал в комментариях цитирую рассмотрите ситуацию покупки авто без повреждений или с минимальными но с большим пробегом и такой же авто с более существенными повреждениями где без рихтовки замены деталей покраски не обойтись интересует конечный разбег цены под ключ что подразумевало данный вопрос в общем человек решил уточнить а что если брать машину не битую а брать машину с большим пробегом но целую будет ли это дешевле дороже или цена будет такой же мы тоже задались этим вопросом нам стало жутко интересно что из этого получится и поэтому мы решили действительно сделать такой анализ по которым мы сможем понять что можно купить и сегодня наш герой рубрики этом бмв x5 самым популярным мотором миллионником 35 до 3 литровый дизель не помню его индекс года будем рассматривать 2011 по 2013 года включительно начнем естественно сбитых автомобилей я вам заранее подготовил два варианта которые подались относительно недавно и сразу при вас я их прокалькулирую в нашем калькуляторе чтобы рассчитать цену под ключ цену на ремонт будем прикидывать примерно первая машина которая у нас сегодня будет в обзоре это бмв x5 вот с таким вот передним ударом которая после аукциона не была продана но в любом случае мы уже понимаем политику ценообразования пять с половиной тысяч долларов дали за данный автомобиль пробег у этой машины 72 тысячи миль как я уже повторюсь это трехлитровый дизель самый популярный он в разы дороже трехлитрового бензина потому что его в одиннадцатом двенадцатом году покупать за три четыре тысячи долларов вот такой машины был передний удар скорее всего это был какой-то столб не знаю что в общем наткнулась на препятствия самом деле повреждение не считаю критичным потому что она все равно достаточно было аккуратно вот стрельнула одна подушка я такую машину считаю адекватной ремонта здесь с покупкой нового капота фар бампера радиатора в передние панели работы и возможно с усилителем ну давайте заложим на 4000 долларов ориентировочно подушка выстрела домой диллер лот окей вот такая вот она была пять с половиной тысяч долларов давайте быстренько и и просчитаем на нашем калькуляторе закидываем пять с половиной тысяч выставляем ремонт 4 год 2000 какой-то у нас год чистый но важно смотреть чистый год выпуск давайте посмотрим что там на шильдике было она шильдике ничего у нас шильдик должны сфотографировали ну давайте допустим предположим что он был 12 13 года предположим худшее 2012 год это у нас будет с юли на перевозке дизель 3 литра машина находилась сейчас вам скажу где в лас-вегасе невада в общем цена под ключ такого автомобиля у нас давайте откроем вкладку клиент машина со сборами будет стоить 6 200 перевозки половина наших услуг по минимальному пакету со страховкой будет стоить 2110 долларов растаможка данного автомобиля обойдется нам 4900 дизель много лет поэтому много экспедитор брокер оставшаяся часть наших услуг это еще 1030 этого уже 14 в общем кругом бегом такой автомобиль нам бы обошелся в 18700 долларов считали это выгодно я знаю что авто из сша в данной ситуации вот именно именно битую машину ну можно реально привести чуть дешевле так как эта цена мне кажется дороговато такого повреждения возможно из-за того что машина в целом выглядело аккуратно видимо люди переоценили свои возможности дали за немного 18700 теперь смотрим еще один автомобиль который я для вас подготовил битая машина нос куда более аккуратными повреждениями да она ушла дороже но и в разы меньше там работы вот такого правда пробег у нее сто четыре тысячи меньше тоже немало снятые крылья целый капот в общем страховая как могла раздефектовал этот автомобиль но при этом здесь будет в разы меньше ремонта целые радиаторы подкапотная пространство сняли карту дверей для оценки повреждений изнутри подушки целый но для меня это совершенно другой вот и такая машина мне очень нравится вот радиатор якобы стоит криво ну не подумайте он стоит так криво потому что сняли переднюю панель и он просто не закреплен самом деле там все с машиной нормально машина для меня не кажется нам достаточно неплохом состоянии она чистого 11 года выпуска давайте прочитаем ее на ремонт я здесь закладываю полторы тысячи долларов это покупка 2 тысячи долларов с фаром открываем смотрим вкладку клиент машина нам это обходится на самом деле дороже в 19 тысяч 207 долларов при этом я думаю что все-таки ремонта и заложил маловато просто покупки элементарно фар ну как и там 4000 долларов возможно я недооценил повреждения так визуально но опять же это все было на глаз в общем расчетная цена около 18 и 19 тысяч долларов мы сможем взять дизельные бмв x5 от 11 до 13 года надо будет где-то поторговаться помучатся по заморачиваться желательно брать машину 13 года потому что растаможка их будет считаться дешевле мы не будем переплачивать за ровным и на ровном месте и при этом машина будет более свежая она будет стоить дороже но при этом они на аукционах не дороже они одинаково стоит что 11 что 13 года парадоксально но факт люди не умеют читать просто видят машину и дают за него кучу денег а теперь давайте посмотрим сколько бы нам обошелся я подобрал пару автомобилей на манхеме которые будут торговаться ближайшем будущем но с пробегом перед нами 2011 года бмв x5 35 д тот же мотор с пробегом 162 тысячи триста семьдесят мир ориентировочно это 240 тысяч километров для автомобилей которые обычно покупают в европу из европы это вообще но это это их средний пробег с которым берут вообще тачки из европы везут в украину куда более молодые вот данном случае 240 тысяч километров машина целая ее оценочная стоимость на вторичном рынке признается в размере 5 тысяч 100 долларов как правило на аукционах подобные автомобили продаются среднем на 10 20 процентов дороже от их оценочной стоимости бывает конечно везет мы покупаем автомобиль с низким рейтингом за такую же оценочную стоимость для нас-то ориентир сколько давай за автомобиль ну и как вы уже наверное понимаете что здесь у нас такая же машина в такую же цену но без ремонта у нас не будет этого ремонта и это вообще замечательно данной ситуации мы еще и нашли ну повезло мы нашли машину который находится на площадке манхем в штате джорджия но это вообще рядом с портом аукцион будет через три дня давайте посмотрим есть такая штука давайте посмотрим во первых фотографии в каком состоянии автомобиль что можно у него увидеть я вот вижу что у нее стоит резина michelle для автомобилей которые эксплуатируются уже там около 10 лет наличие вот такой резины достаточно большая редкость потому что чем машина старше тем больше владельцев тем меньше на машину в целом тратит ну и вы понимаете это выражается в ее внешнем виде расходниках и впрочем на глаз естественно мы не оценим крашеная на или нет но я думаю естественно накрашена с таким пробегом нереально машину оставить не крашеный кто бы мне что не рассказывал вижу сзади сзади вот вижу внизу накладочка вот она была чуть замятая где-то он наехал сзади ехал задом сдавал наехал на какое-то препятствие для меня в любом случае этот автомобиль выглядит очень симпатичный грязнющий белый бежевый не знаю как правильно сказать салон но в любом случае это естественно можно таким чистить никто с этим не заморачивался вижу что пора поменять колодки вижу чек-энжин в чек-энжин нет ничего такого необычного потому что он может появиться может пропасть но в данном случае как бы что мы имеем мы имеем дизельный автомобиль у которого скорее всего уже подходят замене форсунки потому что в дизельных моторов чаще всего страдают форсунки у дизелей в прямым прямым впрыском и как бы это их основная болячка меняется форсунки машины обслуживаются ну и как бы эти дизеля реально ходят ну вот есть отзывы неоднократно что эти машины при правильном услуживании могут ходить до одного миллиона километра но я понимаю что 500 600 тысяч километров вас по любому будет это прям для бмв это прям вообще супер мега круто бмв и такой пробег это же вообще ну дизеля действительно бмв очень круто его сзади разом под разобранный салон почему под разобранный потому что видимо осматривалась электрика сзади бмв в частности у этого икса находится аккумулятор как у многих бэх вот что мне нравится на аукционе manheim это то как они обводят отдельно все мельчайшие детали сколы вот на лобовом стекле маленький скол есть и его ввели фломастером вот пожалуйста смотрите отписка струйный передний бампер что логично маленькая царапина на капоте с приложенной рядом линейкой manheim чтобы мы могли понимать сколько дюймов она длиной это все очень приятно видим что начинается начинает облезать лак на переднем левом крыле скорее всего машина красилась кстати левая кстати крылья передние у этого x5 они пластиковые для облегчения веса вот сарапинки рядом с дверьми короче все сопутствующие сопутствующие состояние для данного пробега вот никто ничего нового из этого не вынесет все-таки лкп имеет свойство изнашиваться поэтому поэтому ничего в этом такого не вижу это мне больше нравится чем например просто бита перекрашенная тачка теперь открываем ее состояние предыдущие подкрасы очень крутая вещь на manheim есть конечно report там где они указывают вообще все машины есть два ключа она заводится она едет у нее нет структурных повреждений у нас предупреждают ее шины среднем состоянии то есть 50 процентов от их запаса что у машины красилась сколы сколы царапины сколы оба блин капот не красился капот не красился они рекомендуют покраски а вот переднее левое крыло я был прав полез лак пишут previous repair это то есть значит что был ремонт в прошлом красили данную деталь записка струйную фару они отметили рекомендуемую к покраске заднюю левую дверь царапины 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 и rf фендер то есть заднее правое крыло они указывают что она красилась то есть у машины две крашеные детали всего это переднее левое крыло и заднее правое крыло все остальное указано как царапины там рекомендуется к исправлению даже отдельно показано состояние салона том что вот есть такой износу торпеды есть износ всех остальных частей кузова частей салона это сидение все остальное прикольно реально прикольно и мне это очень нравится так вот самое главное о цене во сколько бы нам стала вот такая вот дизельная x5 с таким вот не маленьким пробегом если бы мы допустим давайте поставим как будто мы ее покупаем за 6 тысяч долларов открываем наш калькулятор и погнали считать нам данный автомобиль растаможенный поставленный на учет сертифицированный готовая тачка без мойки без химчистки обойдется в 15 с половиной тысяч долларов при условии что мы дадим за нее шесть тысяч долларов шесть тысяч долларов в данном случае серьезная заявочка на выигрыш данного автомобиля и нехитрым методом мы уже понимаем что ну как бы целые машины с манхейма просто с большим пробегом возможно могут нам стать еще и дешевле чем биты из копарта при том что обратите внимание что вторая битая машина которую мы с вами рассматривали она имела пробег сто одну тысячу миль и обошлась нам дороже чем первое при моделировании расходов поэтому это уже заставляет задуматься о том есть ли смысл покупать старые биты автомобиль если можно просто взять машину с пробега второй автомобиль который я нам подобрал это бмв x5 35 дизель все то же самое пробег чуть меньше сто тридцать семь тысяч миль за счет этого чуть выше ее оценочная стоимость данной ситуации оценочная стоимость в районе семерки дадим за нее 7 700 ну и естественно давайте я вас познакомлю состоянием автомобиля потому что исходя из предыдущего анализа мне уже самому интересно вот так она симпатично смотрится к сожалению к ней не прикреплен кондишен репорт это уже всегда меня смущает и такие автомобили с без инспекции ну не вижу смысла брать однозначно могу сказать что фары не записка струяные так сильно как у предыдущего автомобиля стыки крыльев и капота немножко с не совпадают либо красились крылья либо что-то с капотом делалось визуальное наличие косяков и гораздо меньше чем на предыдущем автомобиле и здесь намного лучше комплектация здесь отдельно для задних пассажиров двухзонный климат мультимедиа dvd отдельный дисплей для просмотра каких-то фильмов чего-либо подогрева естественно ну все остальное любите третьего ряда третий ряд здесь да есть он сложенный все выглядит крайне аккуратно явная дилерская машина намытая покупайте нет никаких чеков минимум бенза в остатке ну прям смотрится просто нарядная конфетка вот естественно ну конечно стоит и по рулю я вам хочу сказать следующее что несмотря на свой пробег вот если мы возьмем какой-то ваговский руль то там от руля уже ничего не останется вот здесь я смотрю то есть я говорю вам о том что характер эксплуатации данного автомобиля был не особо интенсивный идем дальше вот подкапотку нас фотографии короче машина нарядная мы на нее посмотрели мы про нее ничего не знаем ее надо ехать смотреть и давайте быстренько ее ценник закинем машина находится знаете где manheim palm beach это флорида это тоже недалеко от форта закидываем на нее 7 700 конечно она получится сейчас уже значительно дороже но это все равно будет дешевле чем предыдущие автомобили я вам уже вангую данный автомобиль нам бы с меньшим пробегом стал бы 17800 долларов со всеми расходами то есть машина заехала машина выехала до визуально мне меньше косяков вот из всего этого можно вы подвести итоги о том что если вы не хотите брать себе битый автомобиль возможно имеет смысл рассмотреть целый автомобиль с большим пробегом потому что как у нас сейчас возят автомобили с европы люди закрывают глаза на пробеге в 200 300 тысяч километров допустим предпочитают взять допустим что-то не битая они там выходят достаточно дорогие если мы сейчас с вами откроем такие же дизельные иксы с европы они будут значительно дороже и пробеги там был значительно больше и самая проблема что мы не будем знать окончательно этого пробега нам придется очень много машин объездить посмотреть прежде чем что-то ли что-либо купим вот и таким образом вы просто покупаете машину мы ее доставляем в порт загружаем привозим сюда и вам не надо тратить еще время дополнительные на ее ремонт поэтому имеет смысл рассмотреть такую перспективу для решения данного вопроса обратите внимание на аукцион манхей напишите в комментариях как вы считаете что лучше покупать машину с большим пробегом но целую или машину можно взять с незначительным каким-то ударом но с пробегом поменьше что для вас было бы важнее и если кто-то хочет посмотреть какой-то обзор сравнения цены для автомобиля который интересует вас мы с удовольствием его снимем тоже об этом пишите дизлайки лайки подписки уведомления о выходе новых видео обязательно все это нажимаете с вами был валерий компания факту спасибо за просмотр всем пока